Все разговоры сегодняшнего вечера о необходимости улучшения финансового регулирования должны напомнить людям, что банковская система может легко дать сбой, потому что в этой сфере очень не хватает доверия, и это легко может быть использовано. Представьте себе систему денежных переводов, устойчивую к мошенничеству. Она существует и называется блокчейн. И это технология, на которой построена виртуальная валюта биткоин. Является ли она революционной технологией? Дэвид Гроссман разбирался в процессе. Подумайте о письме, подумайте о печати, о телеграфе или беспроводной связи, или еще о многих повседневных вещах. Вспомните об интернете и смартфонах, которые изменили все настолько радикально, но до того, как они выстрелили, это было почти невозможно представить. А через несколько лет, после их появления, уже невозможно представить жизнь без них. Так что же будет дальше? Есть очень много богатых людей и корпораций, возлагающих большую надежду на новую прорывную технологию, которая называется блокчейн. Мы видим возможности, которые заложены в ней. Венчурные фонды видят это. Но, что еще более важно, острые умы предпринимателей видят силу этого. И они строят новый бизнес в новых парадигмах, которые изменят форму и лицо всех отраслей промышленности. На переднем крае этой гонки, использования блокчейна, находятся финансовые учреждения. С точки зрения банков, одна из причин, по которой они испытывают трудности, они не доверяют друг другу. Блокчейн по своей сути является системой, которая позволяет людям, которые не доверяют друг другу, начать доверять друг другу. Это очень и очень полезно для банковской системы, которая, по правде говоря, испытывает трудности, потому что не хватает доверия. Хорошо, достаточно выступлений. Что же именно представляет собой блокчейн? Он появляется из нового архаического мира — биткоин. Биткоин является саморегулирующейся цифровой валютой, которой не нужен центральный банк, так как он использует блокчейн. Это достоверная бухгалтерская книга о том, кто чем владеет. Каждый раз, когда передается биткоин, создается новый блок данных. Словно цепочка атомов ДНК в каждой клетке, полная копия блокчейн поддерживается всей сетью пользователей. Поэтому, если вы попытаетесь схитрить и потратить деньги, которыми вы не владеете, все остальные узнают об этом. Многие уверены, что эту технологию можно было бы использовать для любых ценностей. Эта технология позволяет передавать валюты, которые были созданы в ней. Биткоин является одной из сотни, если не тысяч валют, которые существуют сегодня. Но это также возможность передавать ценность абсолютно новым образом. Выходящий далеко за финансовые услуги, он может использоваться, например, розничными продавцами, которые хотят быть уверенными в качестве товаров, которые они продают как натуральные в своем продуктовом магазине. Блокчейн дает возможность отслеживать фактическое происхождение этих товаров и через цепочку поставок убедиться, что они на самом деле являются органическими. Так что при продаже конечным потребителям продавец уверен, что товар на самом деле является натуральным. Это только один простой пример. Есть тысячи других потенциальных применений от фармацевтики до люксовых престижных товаров, такие как сумки и часы. Аудио и киноиндустрии надеются, что блокчейн может стать технологическим ответом пиратства, и страховая отрасль считает, что это могло бы помочь в борьбе с мошенничеством. Я имею в виду, в конечном счете, алмаз добывается из земли и сертифицируется. Для Линн Кемп блокчейн означает алмазы. Она говорит, что в блокчейн алмазов можно записать каждую уникальную комбинацию атрибутов самоцвета, словно молекула ДНК. Она получила инвестиции от Барклайс на развитие своей идеи. Это дает нам глобальную базу данных, действительно глобальную прозрачность по цепочке поставок и цепочке хранения алмазов. Где сделан алмаз, откуда пришел, был ли это кровавый алмаз, каково его происхождение, в каком руднике он добыт. На данный момент у нас есть несколько регулирующих органов, которые находятся между системой и единодушным мнением, предусматривающим некоторые процессы, такие как кимберлийский процесс, гарантирующий, что кровавые алмазы не попадут на продажу. Но теперь в первый раз мы имеем глобальную базу данных, постоянную и неизменную, такую, в которой нельзя изменить запись, которой можно доверять и знать, что эти записи действительно правильные. Блокчейн фактически порождает направление смарт-контрактов, контрактов, которые регулируются и исполняются самостоятельно. Представьте себе автомобиль, который автоматически оплачивает дорожные сборы, когда совершает поездки. Нет необходимости в большой централизованной базе данных, нет необходимости в правоохранительных органах. Однако не все так считают. Блокчейн, как технология, в полной мере еще не опробована и не протестирована. Мы все еще во многом находимся на экспериментальной фазе. И, насколько мы знаем, это на самом деле очень дорогая в использовании технология, потому что она включает в себя много различных банков и учреждений, или так называемых узлов, использующих одну и ту же базу во всей системе. Гораздо дороже, чем, скажем, использовать одну централизованную базу данных. Так что это основная проблема. А уже второй вопрос, работает ли эта система или нет. И это то, что все эти деньги в исследованиях пытаются выяснить, потому что, если это работает, блокчейн открывает дорогу устойчивым к мошенничеству дешевым транзакциям, давая предприятиям и рынкам развиваться так, как мы не могли себе представить. Спасибо, Дэвид. До свидания.